Возможности нашего тела и возможности нашего разума Они безграничны И это не есть что-то философское, как многие считают Действительно, возможности человека, они безграничны Как в созидательном, так, к сожалению, и в разрушительном плане И это касается абсолютно всего И когда с нами в жизни происходят какие-то негативные ситуации Например, случаются какие-то болезни Да и вообще какие-то негативные вещи происходят То в 70% случаев это происходит с нашего позволения Потому что мы на это даем согласие Вот внутри себя И то же самое касается здоровья То же самое касается нашего зрения Принято считать, что зрение у человека с возрастом, оно портится Это похоже на правду И все это и воспринимают как правду Воспринимают за истину И внутри у человека уже создается такая установка А на самом деле зрение нам дано с очень большим запасом Оно должно быть в отличном состоянии минимум 150 лет Так почему же все так происходит? А потому что вот эта установка, она и дает свои плоды На самом деле зрение практически у всех отличное Нужно только, когда оно становится, скажем так, хуже Когда человек чувствует вроде это, что хуже становится Нужно только немножко навести резкость Вот представьте, у вас дома есть бинокль Ну вы им давно не пользовались, он где-то лежит И вдруг вы его взяли и решили там на что-то посмотреть Смотрите, а картинка мутная Что вы делаете? А вы начинаете крутить колесико Наводить резкость, там есть такое специальное И картинка стала четкой и ясной И вот точно так же с нашим зрением Нужно навести резкость Как это сделать? Резкость нужно навести, то есть есть два момента То есть первое, это дать себе такую установку Что у вас отличное зрение А во-вторых, резкость нужно навести Это привести в тонус глазные мышцы Поэтому вот выбросьте все то, что вы считаете Что зрение у вас там плохое или что-то еще Дайте новую установку У вас отличное зрение Ну немножко там сбилась резкость И вы ее сейчас исправить наведете Сделайте такое упражнение Минут 10 выделите в день Заведите глаза Вот резко В одну сторону, прям вот влево, например Или вправо, заведите до упора Потом влево, точно так же, в другую сторону Вверх, вниз, зажмурьте вот со всей силы Раскройте, выпучьте И делайте это с чувством, что вы наводите резкость Вот просто с таким ощущением Буквально одну-две минутки А затем возьмите книгу Вот любую книгу, которая у вас есть Какой-то журнал может быть И положите на стол на расстоянии примерно 30-40 см Вот как положено читать при нормальном зрении Пусть у вас, может быть, там сливаются эти буковки Но напрягайте глаза, опять же, с чувством, что вы наводите резкость Наводите эту резкость действительно Пусть не получается, пусть буквы сливаются Но вы старайтесь, просто напрягайте 5-10 минут Как начнет получаться там что-то где-то читать Это хорошо Но сильно не перенапрягайте Вот 10 минут в день Этого будет достаточно И старайтесь по минимуму Ну и вообще, может быть, отказаться Только в крайнем необходимости Пользуйтесь очками И если пользуетесь, ну старайтесь их использовать Не как очки Не надевайте их на себя А как используйте, как лупу То есть, ну, прислоняйте к тексту Если где-то что-то там нужно прочитать Или вообще проще купите себе лупу И самое главное Дайте себе такую установку, как радость жизни Потому что зрение подсаживает Очень сильно подсаживает Это негативное отношение к жизни Когда человек что-то ненавидит Я об этом уже много раз говорил Когда он кого-то ненавидит Или жизнь не любит Дайте себе, ну, скажем, такую установку Что рад видеть или рада видеть Любимых, знакомых, друзей Так встречайте вот этим выражением И говорите это искренне И вот делайте это упражнение И делайте, давайте себе вот эти установки О которых я вам рассказал И ваше зрение, оно непременно будет восстанавливаться И это точно и однозначно И еще, друзья Что делать, если вас сглазили Вас или, может быть, вашего близкого человека Как снять этот негатив? Как снять с глаз С себя, с ребенка, может быть? Как сделать это самостоятельно? Обязательно посмотрите видео Которое сейчас во всплывающем окне Там все подробности Благодарю вас за внимание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok